А суди кто? Этот вопрос волнует очень многих. Сегодня мы попытаемся разобраться, кто эти люди, которые обслуживают матчи париматч про хоккей Лигасы и ЖАЗ Лигасы. Какой путь арбитры проходят до назначения в главной Лиге Казахстана и какие критерии учитываются при их назначении? Назначение у нас происходит согласно рейтингу судей, плюс учитывается логистика, чтобы судьям меньше получалось передвигаться между играми, меньше времени необходимо было для того, чтобы добраться до места работы. На более сложные матчи назначаются судьи более высокого рейтинга. Сложными матчами будем считать те матчи, в которых играют лидеры, плей-офф. Мы отсматриваем работу всех судей, и линейных, и главных судей. В конце сезона мы рекомендуем отдельным линейным судьям возможность перейти в главные судьи на следующий год, либо в ЖАЗ Лигу, либо в Пролигу. Арбитры ошибаются не чаще других, но их действия всегда находятся под пристальным вниманием всех участников матча – тренеров, игроков, болельщиков. Также за действиями всех судей, обслуживающих матч, следят и специально обученные люди. Все матчи в чемпионатах Пролиги и ЖАЗ Лиги рассматриваются, и судьи, допускающие в одной игре грубые ошибки, наказываются денежным штрафом, либо отстранением на определенное количество игр от матчей чемпионата. В данный момент мы находимся в специальной просмотровой комнате, где сидят специалисты судейского корпуса Казахстанской Федерации Хоккея. На мониторах мы можем просмотреть все матчи в прямом, а также в записи, и оценить работу каждого судьи, насколько были правильные те или иные решения, принятые в этой игре. Мы находимся на связи с каждой ареной. В перспективе, когда мы внедрим полную систему видеогола, мы сможем просматривать на этих же мониторах, которые находятся за мной, сразу же все данные именно системы видеогол, которые находятся на аренах. Это все камеры за воротами, над воротами, камеры панорамы, камеры на линиях. Но это все в перспективе, мы работаем над этим. Судьи, регистраторы фиксируют в том числе и проведенное молодыми игроками время на площадке, которое они должны проводить в соответствии с регламентом турнира. Сколько молодых игроков должны обязательно быть задействованы в матче? Какого возраста и прочие нюансы узнаем прямо сейчас. Касательно молодых игроков, у нас в этом году в регламенте должно быть в составе команды на игру не менее двух молодых игроков, полевых. Но также воротари имеют право заменить позицию молодого. Полевые игроки должны быть не ранее 2003 года рождения. То есть мы хотим этим сказать, чтобы клубы молодежь накатывали именно под сборную У-20. А что касается вратарей, просто мы проанализировали, что действительно у нас в лиге много таких вратарей 2002 года. И, как правило, знаете, что вратари, они более поздно формируются как профессиональные игроки. То есть у них более поздно приходят вот эти навыки, именно вратарские качества. Реакция, ловкость, умение. Поэтому мы приняли решение, что в 2003-2002 год для вратарей мы еще оставляем. И почему 5 минут? То есть для молодых игроков во взрослой команде в матче 5 минут сыграть – это очень как бы большая нагрузка. И плюс за счет этого командам уже приходится наигрывать связки с молодыми игроками, потому что 5 минут – это тоже немалое количество времени в матче. В бригаде судей, которая располагается за бортом, есть в наличии 2 статиста. Соответственно, один статист ведет команду гостей, второй статист ведет команду хозяев. Вот они осуществляют подсчет времени молодых игроков, используя табло и секундомеры. Ведут отдельные бланки, где записывается время выхода, время покидания площадки. После каждого периода это суммируется и доносится до представителей команд тренерского штаба, каждый из команд, сколько ему еще нужно отыграть. Что касается молодого вратаря, если вратарь занимает позицию молодого игрока, он должен в итоге также расстоять не менее 5 минут игрового времени матча. Например, вратарь заявлен на матч как молодой игрок, и в этом матче он заменил позицию молодого игрока, но не отстоял количество, отведенное ему. Это время переносится на следующий матч. И такие матчи считаются, например, он 10 матчей заменял позицию молодого игрока, даже не выходя на лед, но находясь на лавке для запасных, то по сочинению 10 матчей он должен в следующие 50 минут матча уже расстоять. То есть полноценный матч он должен в любом случае провести. Если один из игроков какой-либо из команд не сыграл тот положенный лимит, ограниченный нас 5 минутами, то данной команде выносится техническое поражение. В качестве примера можно разобрать ситуацию прошлогоднюю. Матч с РАРК «Орлан», где команде «Орлан» было засчитано техническое поражение ввиду того, что молодой игрок не отыграл тот минимум, который прописан регламентом. Как мы видим, судейству в Казахстанской Федерации Хоккея отводится значительная роль. Организована целая система подготовки арбитров, их отбора и контроля качества их работы. Конечно, человеческому фактору везде найдется место. Однако, можем констатировать, что этому вопросу уделяется должное внимание.